Друзья, всем большой привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Идея этого ролика родилась очень просто. У меня дочери 7 лет, и она отправляется в школу. И я понял, что ее надо снабжать уже смартфоном. Нет, большое количество людей, конечно же, отправляют сейчас своих детей с кнопочными телефонами. Я бы сказал, что это правда. И мои парни тоже ходили с кнопочными телефонами, ломали их очень быстро и так далее. Я их менял несколько раз. Но мне кажется, что все-таки девочке нужно именно смартфон. И поэтому я подумал, окей, что же Амелии дать? Здесь ситуацию у себя, конечно же, по-разному. Кто-то дает смартфон за 5000 рублей, кто-то дает за 15, за 20. А у кого-то девочки ходят уже в первый класс с айфонами, извините. Но я, чтобы все это дело как-то приравнять к реальности, понимаю, что, наверное, самый правильный бюджет это где-то в районе 15 тысяч рублей. И я посмотрел, а что же у нас свежего и интересного есть за эти деньги. Но оказалось, все очень просто. В районе 14 тысяч рублей стоит Realme C53. А если хотите что-нибудь другое, да и с амолит-экраном, то, пожалуйста, уже тысяч за 17 можно взять Redmi Note 12. Я подумал, ну что, отличный выбор. На самом деле, можно сравнить эти два телефона и, как минимум, для себя выяснить, какой из них лучше. А, во-вторых, и для вас тоже записать ролик. Понятное дело, что сюда можно было еще взять, например, Galaxy A14 или A24. Можно было взять Technopova. Вот у меня четвертая, а вышла, например, пятая. Я, правда, еще пока не пользовался. Можно было бы добавить Infinix, Pocophone. Но я пока решил, знаете, остановиться на двух смартфонах. Я не знаю, насколько, на самом деле, вам это интересно. Если нужно сделать большое видео, вот с большим количеством разных брендов, давайте наберем какое-то нормальное количество лайков под этим видео. И я с новостью сделаю какое-то видео, знаете, там, за 15 тысяч, что лучше всего дать ребенку. Но вот сегодня мы остановимся все-таки на этих двух телефонах. Эти телефоны интересно сравнивать, потому что они от двух конкурирующих брендов. У них интересные камеры, нормальная производительность, разные экраны. У нас AMOLED-экран и IPS-экран. В целом эти смартфоны достойно себя показывают за 15 тысяч рублей. Так что давайте посмотрим, что они из себя представляют. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Еще раз, знаете, хочется, чтобы этот ролик не был каким-то рекламным, да? Поэтому Realme C53 покупайте, покупайте Redmi Note 12. Там Galaxy A14 приобретайте, Infinix, Tecno, все, друзья, все покупайте. Что вот вам в душе угодно, то и покупайте. Я лишь просто хочу вам немножечко помочь или, по крайней мере, дать какие-то определенные подсказки. Я думаю, что самое важное, это, конечно же, начать с комплектаций, потому что они хорошие. Во-первых, конечно же, зарядное устройство. Оно есть в обоих смартфонах, и это 33 ватта. Хорошо. Также, конечно же, в обоих смартфонах у нас есть силиконовые чехлы. Вот 100% надо надевать чехлы и давать детям смартфоны только в чехлах. И еще круто, что у нас в комплектации есть NFC. Прямо на коробках написано NFC. Соответственно, бесконтактная оплата работает, карточку вверх прикручиваете. Прикручиваете, тем более, что для детей всякие разные прикольные варианты. Сейчас могла бы быть какая-нибудь интеграция какого-нибудь банка с детской картой, но, к сожалению, нет. Если надо кого-то прорекламировать, ссылочка будет внизу. И вот дальше мы смотрим на смартфоны. Сзади они похожи либо на все, что делает компания Redmi, либо они похожи на айфоны. Я не знаю, на самом деле, хорошо или плохо, что Realme похож на айфон, но мне кажется, что нормально. Плюс еще у нас Realme такой золотой, хотя есть еще разные варианты. Redmi у меня такой получился строгий, типа для мальчиков и для девочек. Redmi потяжелее 188 граммов, Realme 182. При этом Realme тоньше 7-5 миллиметров, ты прямо ощущаешь, насколько он тонкий. Но Redmi тоже хорош 8 миллиметров. Вообще оба смартфона лежат достаточно хорошо в руке, но вот в детской руке они будут, конечно же, здоровенными лопатами. И я бы сказал так, что по-другому не получится, потому что все современные телефоны, вы прекрасно знаете, здоровые. Есть какие-то более-менее небольшие модельки у Realme, типа там 6,4 дюйма и так далее у Samsung, поменьше. Но в целом все большое. Хочется отметить также, что у Redmi есть сверху инфракрасный порт и есть джек для наушников. А у Realme нет инфракрасного порта и есть джек для наушников. Также у Redmi есть защита IP53, а у Realme такой нет. Оба смартфона могут использовать одновременно две сим-карты, но в Realme зато можно еще добавить и карточку памяти одновременно. То есть есть три слота под разные девайсы. У Redmi сим-карта и карточка памяти. Что касается дисплеев, здесь, наверное, один из самых интересных моментов, потому что они сделаны по разным технологиям. Я думаю, что именно из-за этого Redmi стоит дороже 1000 на 4, потому что здесь у нас AMOLED-экран. Что такое AMOLED-экран? Ну, это более контрастная картинка, это более яркая картинка. Он выдает в пике 1200 нит, это очень хороший результат, под солнцем будет все хорошо работать. Плюс это 120-герцовый дисплей, а у Realme это 90-герцовая IPS-матрица выдает порядка 700 нит яркости. Но что тут важно сказать, это то, что IPS-экран у нас без шима. И, с одной стороны, AMOLED-экран не сильно шимит на Redmi, где-то в районе 10-15-20% в зависимости от яркости. Ну, короче, нормально. Но у Realme не будет шима вообще. И у нас получается, что на Redmi более крутая технология, при этом стоит на 1004 дороже, а у Realme чуть попроще при этом отсутствии шима. Я бы отметил еще один вот такой момент, что у них немножко разная цветопередача. И если мы смотрим вот прямо, то вы видите, что Realme он немножечко такой, как будто бы с розовинкой, а Redmi наоборот такой достаточно холодный. Но при этом, когда мы смотрим под углом, то видим, что Redmi выглядит получше. И еще я хочу обратить ваше внимание на вырез под фронтальную камеру. На Realme он такой, как делали раньше, а на Redmi он такой более современный, просто отверстие в экране. Поэтому, если смотреть с точки зрения технологий, то AMOLED, конечно же, получше. Если смотреть с точки зрения удобства и всего остального, то, может быть, кому-то больше нравится и IPS. Я это допускаю. Оба смартфона разблокируются при помощи сканера и обсетка пальцев. Она работает очень быстро и, конечно же, также работает разблокировка по лицу. Вообще, могу сказать, что смартфон от компании Realme чувствуется более таким массивным, потому что у него диагональный дисплей 6,74 дюйма. Это выше среднестатистических дисплеев. У Redmi все стандартнее, 6,67. Я могу сказать такую штуку, что, в принципе, чем экран больше, тем он комфортнее, ну, как минимум, для ребенка уж точно. Хотя это видео, которое мы сейчас смотрим, оно легко относится, конечно же, и к тем людям, которые просто хотят купить смартфон за 15 тысяч рублей. Далее, друзья, это, конечно же, то, как смартфон работает. Потому что здесь крайне важно, чтобы смартфон за 15 тысяч рублей нормально мог работать. Потому что это не смартфон за 5 тысяч рублей, где ты готов мириться с тем, что он будет очень долго открывать приложение. Здесь хочется, чтобы все было хорошо. И у нас ситуация такая. На Redmi у нас стоит новый с Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. Выдает он в 10-ом Antutu 271 тысячу баллов. Нагревается до 32 градусов и теряет 3% при прогоне. У Realme ситуация другая, потому что здесь стоит Unisoc Tiger T612. Мало вообще известный кому чип. И при том, что он работает нормально, но так или иначе его встречают, конечно же, по названию. И выдает он 258 тысяч баллов. Он нагревается примерно так же 33 градуса, но при этом теряет 2%. То есть более энергоэффективный. И если мы посмотрим на график троттлинга, то оба смартфона показывают хорошие результаты. Но что меня особо заинтересовало, это то, что смартфоны выдают одно количество баллов Antutu, да, примерно. А вот работают они немножко по-разному. Вот смотрите, прямо сейчас я запускаю все базовые приложения. Звонилка, сообщения, Google Play Market, Gmail, Telegram, Google. Вы видите, что Realme практически в два раза быстрее запускает все эти приложения. Это очень интересная ситуация. Я думаю, что это связано со скоростью памяти. Так что получается, что Realme на практике работает побыстрее и пошустрее, чем Red. Даже несмотря на то, что они набирают примерно одно количество баллов Antutu. Соответственно, вы будете быстрее перемещаться между вашими приложениями, и это удобно. Про производительность также стоит отметить, что вот количество баллов 250. Это, по большому счету, то количество баллов, которым вам будет хватать, чтобы вы, в принципе, комфортно играли в абсолютно любые игры, кроме Genshin Impact. То есть, шутеры, стенд-оффы, Call of Duty, все остальное на средних настройках вообще все будет замечательно играться. Плюс, так как здесь не очень мощный процессор, соответственно, не очень сильно будет высаживаться аккумулятор, и поэтому с Warfone будут работать хорошо даже при большом нагрузке. Но вы видели, да, минус 2% аккумулятора на Realme и минус 3% аккумулятора на Redmi во время прохода Antutu. Флагманы здесь теряют обычно в районе 5%. По памяти у нас один вариант, 628 на Realme, а у Redmi минимальный это 428, максимально 8256. Есть поддержка быстрого Wi-Fi, Bluetooth 5.0 на Realme, 5.1 на Redmi. Как я уже сказал, NFC есть для бесконтактной оплаты. Снизу у нас, понятное дело, USB Type-C. Музыку мы слушаем через динамики, а также можно подключать наушники. Что касается звучания, у Realme есть такая функция, ты можешь громко, грубо говоря, поднять свыше 100%, и здесь даже пишут 150. Ну вот здесь смартфон начинает звучать немножко с перебором, поэтому я вам сказал, что мне звук больше нравится на Redmi. Он такой менее зажатый и более свободный. В работе с аккумулятором все будет примерно одинаково, потому что оба смартфона обладают большим аккумулятором на 5000 мАч. Это означает, что вам, скорее всего, будет хватать на день, может быть, кому-то будет хватать и на полтора дня. Плюс зарядка одинаковая в 33 ваттах. А вот теперь давайте посмотрим на камеры. У Redmi у нас камера на 48 мегапикселей, у Realme на 50. Я бы здесь абсолютно не обращал бы внимания на размер и количество мегапикселей, потому что айфоны долгое время ходили с 12-мегапиксельными камерами и отлично все фотографировали. Поэтому вообще не в количестве счастья. Оба имеют фазбу автофокуса и, естественно, нет оптической стабилизации, потому что за эти деньги оптической стабилизации не бывает. Но при этом у Redmi есть ультраширокая камера на 8 мегапикселей, и это хорошо, потому что у Realme такой камеры нет. Оба имеют снимать Full HD 30 кадров в секунду. Есть фронтальная камера у Realme на 8, у Redmi на 13 мегапикселей. И тут я, когда начал сравнивать эти смартфоны, я прямо увидел достаточно интересную разницу. Причем, опять же, она двоякая, потому что когда мы снимаем видео, то у нас Realme не очень хорошо отрабатывает стабилизацию. Причем она есть какая-то цифровая стабилизация, но работает она не очень корректно, я бы сказал. У Redmi более статичная картинка, но при этом она такая тускловатое. То есть у Realme прямо цвета немножечко задранные, вся картинка такая более яркая, и я уверен, что это кому-то больше понравится, потому что на Redmi все какое-то, знаете, тускловатое получается. И это при дневной съемке. А вот когда мы включаем ночную съемку, здесь вообще ситуация, ну, как бы немножко другая становится, потому что у Realme у нас вполне себе приличное качество, я бы сказал так, нормально по детализации, и нет вот какой-то такой странной вибрирующей картинки. А у Redmi за счет того, что у нас работает активно стабилизация цифровая, у нас картинка вся такая немножечко двоится постоянно, каждый шаг сопровождается двоящейся картинкой, плюс очень много шумов и крайне невысокая детализация. То есть Realme ночью снимает ощутимо получше, даже с учетом того, что у него послабее стабилизация. Так что ситуация немножко сложная по видео, я бы сказал так. Realme дает более яркую, сочную картинку, а Redmi дает более стабильную, но при этом картинка по качеству похуже. Что касается фотовозможностей, опять же, вот в вечернее и ночное время здесь прямо очень сильно заметно, насколько у Redmi картинка менее яркая. У Realme прямо все, знаете, вот прямо цвета, прямо все зеленое такое, зеленое, прямо яркие, сочные, хорошие цветные картинки, плюс они достаточно светлые. Я, кстати, эти фотографии делал в ночном режиме, а у Redmi все такое приглушенное, темненькое, цвета зелени не такие зеленые. Я бы сказал, что Realme, конечно же, все немножечко задирает и прикрашивает, но на фоне Redmi он выглядит гораздо, ну, как бы, симпатичнее и интереснее. Я не думаю, что люди хотят еще потом заходить в редактор после того, как они сделают эту фотографию и добавлять цвета, потому что на Redmi реально цвета не хватает. Так что в ночной съемке Realme точно делает фотографии получше. Что касается фронтальной камеры, я бы сказал, что несмотря на то, что у нас на Redmi 13, а на Realme 8, в целом фоточки получаются примерно одинаковые, особенно в вечернее время. В вечернее и ночное время вообще является хорошим показателем того, как смартфоны фотографируют. Что касается фотографии днем, ну, здесь, знаете, вообще очень забавно, потому что на фронтальную камеру я сделал вот эти две фотографии. Посмотрите, у меня совершенно не сработал HDR на обоих телефонах, при том, что он включен и он не работает, то есть облака полностью засвечены. Что касается дневной фотографии, знаете, здесь примерно такая же ситуация, как и ночью. Realme делает более цветные картинки, более яркие, более такие жизнерадостные, а у Redmi, знаете, все такое приглушенное. Вот, например, вид из моего окна, посмотрите, на Redmi прямо грустно, прямо как будто бы сейчас или вонет дождь и так далее, а на Realme такая картинка типа вечерела и все в целом нормально. И вот если мы все фотографии смотрим, Redmi реально постоянно делает фотографии более темные и более-таки немножечко угрюмые. В целом я бы сказал, что здесь, конечно же, на любителя, кому что больше нравится, я бы вообще выбрал, знаете, что-то среднее, чтобы не было вот так вот грустно, как на Redmi, но при этом, чтобы не было вот так вот ярко, как на Realme. Короче, по итогу, что можно сказать? Еще раз вспоминаем, да, у нас Realme стоит дешевле примерно 1000 на 3 на 4, чем Redmi. Экран, как я уже говорил, более технологичный на Redmi, но при этом более щадящий на Realme. Сам Realme чуть побольше и дизайном похож на iPhone, а Redmi похож на все остальные Redmi и на прочие другие смартфоны. В руках оба лежат хорошо, но для детских ручек, наверное, они все-таки великоваты. По аккумулятору и по зарядкам здесь все одинаково. По быстродействию выверили, да, что Realme запускает приложение гораздо быстрее, чем Redmi, но по количеству баллов Antutu все примерно одинаково. При этом Realme можно использовать две сим-карты и карточку памяти одновременно, а в Redmi только либо две сим-карты, либо карточку памяти и симку. По камере, в целом, я бы сказал, что Redmi был во всем чуть послабее, чем Realme, кроме того, что у Redmi получит стабилизация, но в итоге ночью у нас картинка из-за этой самой стабилизации была гораздо хуже, чем на Realme. Что касается самих операционных систем, они работают обе достаточно хорошо, у них большое количество настроек, и там, и там стоит 13-й Android, пару лет точно будут получать апдейты. Причем у Redmi здесь родная оболочка MIUI на базе 13-го Android, да, а у Realme оболочка, которая построена на голом Android под названием Realme UI-T. И в целом, подводя итог всему этому мероприятию, я бы сказал, что, наверное, поинтереснее будет Realme. Он стоит дешевле, и во многих местах он интереснее по камере, по производительности, а Realme был у нас интересен с точки зрения экрана и звучания. Вот такая вот история, друзья, вот к таким выводам я пришел. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу этих смартфонов. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, какой из этих вы считаете интереснее, а также вы можете написать, конечно же, какой из смартфонов вы бы купили за 15 тысяч рублей. Еще раз скажу, что если хотите увидеть глобальное сравнение с Galaxy, с Tecno, с Infinix, может быть сюда Pocophone какой-нибудь прикрутить или еще что-нибудь, вы напишите об этом в комментариях. Если это видео наберет нормальное количество лайков, я обязательно запишу полезный видос по поводу того, что же купить за 15 тысяч рублей. На этом все, большое спасибо за то, что смотрели это видео. Очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми я пользуюсь. Меня зовут Фил, ты честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока!